Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на волнах Reingame Studio. С вами по-прежнему наш бессменный ведущий и я, старый трактюрщик. И сегодня у нас на повестке дня по-прежнему пошаговая боевая система в Unity. Разговаривать мы будем про скиллы или навыки. Давайте начинать! И прежде чем мы продолжим, я бы хотел объяснить, почему мы не будем разговаривать про перемещение, как планировалось изначально. А все дело в том, что получилось так. Я написал алгоритм просчета пути, затем сгладил его через кривые безе, потом определил вектор моментальной скорости в каждой конкретной точке траектории. И в конце концов сижу я, значит, такой и думаю, и как мне теперь это привязать к персонажу? Собственно, в этот момент времени я понял, что нужно что-то делать чуть более глобально, чем просто нафигачить, лишь бы работало. Отсюда и возникла мысль, что перемещение персонажа во время боя будет реализовано через навык. То есть перемещение будет навыком, стандартным навыком, доступным для всех возможных персонажей. И, соответственно, перемещаться по боевой зоне мы будем через него. А для того, чтобы делать перемещение через навык, нужно вообще сделать навыки. Все, конец истории, поэтому давайте перейдем в Unity. Значит, что у нас есть? Давайте смотреть. У нас есть гейм-контроллер, уже известный вам, если вы смотрели предыдущие ролики. На нем появился дополнительный скриптец, input-контроллер. И есть еще два скрипта. Movement-контроллер, который отвечает за перемещение персонажа вне боя. И Combat-контролл, который надо бы переименовать, чтобы все это дело было однотипно. Но это потом, ладно. Собственно, Combat-контролл отвечает за отработку действий персонажа во время боя. Что понятно из названия. Input-контроллер в данный момент времени просто отслеживает клики мышкой по игровой зоне и передает их в гейм-сервис, который, в свою очередь, уже принимает решение, что кому, куда, зачем делать. И давайте посмотрим, как все это дело выглядит. То есть в обычных условиях, когда мы начинаем игру, у нас Movement-контроллер становится активным. И, соответственно, он управляет перемещением персонажа сейчас. Если мы... Сейчас я вот открою код. И будет более наглядно. Меня все просили, чтобы я показывал код. Поэтому давайте буду показывать код. Единственное, что, конечно, я не буду ничего прям подробно объяснять. Рассчитываю на то, что все вы уже имеете некий базовый уровень, чтобы просто видеть код и понимать, что он делает. Вот. Значит, у нас здесь все максимально примитивно. То есть мы просто отслеживаем нажатие кнопки мыши. Точнее, даже ее отпускание. Шмаляем Raycast. Смотрим, куда этот Raycast воткнулся. И в зависимости от тега объекта принимаем решение. То есть если это персонаж, то есть объект с тегом player, то мы просто выделяем его. В остальных случаях, если это NPC, интерактивный объект, либо земля, ландшафт, объект ландшафта, это может быть как какая-то моделька с соответствующим тегом, так и... Как его зовут? Господи, прости. Террейн. Вот. Мы уже получаем еще... Проверяем, была ли нажата кнопка бега. По умолчанию персонаж всегда бежит. Поэтому если вдруг она равна нулю, то Run Button будет равно True. Если же игрок нажмет кнопку, в моем случае это левый shift, то персонаж пойдет пешочком. И после этого геймсервису передается данные о том, во что мы воткнулись, куда мы воткнулись и нужно ли персонажу бежать. Давайте посмотрим, как это работает. Вот мы кликаем. У нас ничего не происходит. А, ну у меня сейчас я еще перезапущу. В консоль пишется просто служебная информация, куда мы кликнули мышкой. То есть вот Land, 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 Land. Это соответственно мы по земле фигачим. Если мы кликнем на персонажа, он выделяется. И дальше мы можем им управлять. То есть если я нажимаю Land, то он бежит. Если я нажимаю по земле с shift, то он уже пешочком идет. Тут все достаточно просто. А дальше же, если он пытается вороваться в зону боевых действий. То есть мы помним, что вот этот вот кубик у нас активно смотрит по сторонам. И как только замечает персонажа, то инициализирует боевую сцену. А наш персонаж сразу же замирает и не добежит до туда, до куда он планировал добежать. Вот бой начался, персонаж замер, начался бой. Сейчас вот этот игрок активным. Он пропустил ход, теперь наша очередь. И вот здесь начинается вся магия. Как вы можете посмотреть, MovementController перестал быть активным. Место него стал активным CombatControl. Что делает CombatControl в свою очередь? CombatControl имеет метод ProcessInput, который вызывается из геймсервиса. Сюда также передается, собственно, во что мы кликнули мышкой, в какую точку пространства мы кликнули мышкой и нужно ли нам бежать. И здесь у нас проверяется, существует ли у нас в данный момент времени вообще объект CharakterState. Это объект, собственно, типа CharakterState, который получается из текущего персонажа, который сюда записывается в тот момент времени, когда персонаж выделяется. То есть это все отрабатывает вот здесь вот через событие выделения персонажа. То есть когда выделяется персонаж, внутри геймстейта инициализируется событие, который оповещает все заинтересованные скрипты о том, что был новый, собственно, персонаж выделен. И все скрипты, которым это было нужно, запоминают себе его и уже с ним дальше работают. Так вот, был ли у нас вообще какой-то персонаж? Является ли его текущее состояние боевым? И является ли его внутри боевое состояние, собственно, его ходом? То есть, грубо говоря, имеет ли он право вообще ходить? Если да, тогда смотрится, есть ли у этого персонажа в данный момент времени текущий скилл. Если он не равен нулю, то скилл отрабатывает. И вот что такое скилл. Давайте посмотрим. У меня есть некий класс BasicSkill. Это абстрактный класс, который просто описывает основные свойства всех возможных навыков. Это тип, это имя, описание, иконка, все с этим понятно. Дальше школа, но это условно там лучник, убийца, танк и так далее. Пока что это так, навскидку, возможно, от этого я избавлюсь еще. Дальше цена. Это минимальное количество очков хода, которые должны быть у персонажа, чтобы вообще воспользоваться навыком. Ну и кулдаун, понятно, в секундах и время отката. Дальше есть SkillOwner, то есть это владелец скилла, CharterControl. То есть каждый скилл, каждый экземпляр конкретного навыка запоминает того, кому он принадлежит, чтобы взаимодействовать с ним в момент отработки непосредственно алгоритма данного навыка. Чтобы передать ему результаты просчета виртуализации, чтобы, возможно, запустить какие-то необходимые анимации и так далее. И, собственно, есть метод ProcessUpdate. В задумке это будет, возможно, работать как обычный апдейт. И если нужно будет просто, когда какой-то скилл активирован, какие-то эффекты рисовать, там, может быть, еще что-то на боевой сцене. То есть через него будет делаться. Не знаю, может быть, я от него еще откажусь. И, соответственно, то, что нас больше всего интересует, это ProcessSkill, то есть, грубо говоря, отработать навык. И вот здесь-то как раз-таки и должна происходить вся магия. У меня создан всего один вид скилла на данный момент, который так и назван DefaultSkill. И вот он имеет школа общая, грубо говоря, то есть доступна всем. Тип пустой, то есть ни черта не делает, а типы у нас есть, значит, как атакующий, поддерживающий и пустой. Тоже пока так по-быстрому сделано. Имя, описание, иконка, с этим все понятно. Price, то есть это нужно, чтобы хотя бы минимум одно очко хода у игрока было. Cooldown 0, то есть моментально можно воспользоваться повторно. Ну и вот ProcessSkill. В данном случае он просто будет писать влог, что мы, собственно, вообще хоть что-то делаем. Давайте смотреть, что у нас происходит. Сейчас ход нашего персонажа, вот он у нас выделен. Мы можем попытаться сходить куда-то, можем закончить ход. Если мы заканчиваем ход, то ход передается дальше всем этим кубикам, которые по очереди будут отказываться от своего хода до тех пор, пока ход снова не дойдет до нашего персонажа. И вот он у нас до него дошел. И дальше мы кликаем на землю. Вот у нас подписалось, что мы кликнули на землю. И вот у нас, собственно, отработал наш скилл. То есть вот конкретно вот здесь будет помещен тот самый код, который и отвечает за перемещение. То есть вот этот расчет пути, сглаживание, отрисовывание маркеров на игровой сцене. Вся вот эта вот история. Плюс этот код еще нужно будет научить использовать цену и количество активных очков действия у персонажа, чтобы в зависимости от этого разрешать ему пройти там на два шага или на десять шагов. И, собственно, все. То есть вот сюда будет этот весь код помещен к следующему нашему видео. Если я, конечно, вдруг не перелопачу всю архитектуру скиллов к фигам. Но я думаю, что вряд ли прям сходу я все испорчу. Пока так. На этом пока мы остановились. Вот так вот. Если у вас есть вопросы, смело пишите в комментариях. Буду отвечать. Если у вас есть критика, предложения, пожелания. Если кто-то из вас скажет, что я написал какое-то говно. Можете так и написать. Но желательно, чтобы вы написали просто, не просто типа ты криворукий рукожоп, а вы написали криворукий рукожоп, надо было сделать так. И, соответственно, расписать, как, по вашему мнению, лучше сделать. Что еще? Да вроде и все, собственно. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока.